Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. И как всегда в видеороликах с названием «Мой муж похудел на этом» я показываю рецепт низкокалорийного блюда, которое мы с мужем едим, находясь на низкокалорийном питании. И сегодня я предлагаю вашему вниманию очень вкусный томатно-луковый суп с фрикадельками. Очень мало калорийный и аппетитный. Что мне для этого понадобится? Фарш. У меня здесь уже 360 грамм фарша. Дважды я его перекрутила на мясорубке. В нём 300 грамм телятины и 60 грамм лука. Можно брать телятину, можно взять мясо индейки, можно взять куриное мясо. Лук репчатый. Три больших луковицы или 700 грамм. У меня домашний томат с болгарским перцем. Пол-литровая банка. Вместо этого можно взять просто домашний томат, пол-литровую банку. Либо три столовые ложки томатной пасты развести. Перец можно взять замороженный, свежий. Или можно обойтись без перца. Одно яйцо, две столовые ложки растительного масла, соль, перец чёрный молотый, мята, чабрец и укроп сушёный. Также у меня булгур уже отварной. 200 грамм отварного булгура. Вместо булгура можно взять пропаренный рис, или пшено, или гречка. Всё уже отварное 200 грамм. Две столовые ложки растительного масла я отправляю в кастрюлю и разогреваю его. Пока масло нагревается, мелко нарежем лук. Лук улучшает обмен веществ и ускоряет процесс сжигания жира. Отправляем к маслу и начинаем припускать. К луку добавляем стакан воды. Лук готовим минут 5-7 под закрытой крышкой на среднем огне. Значит, берём фарш, как я уже сказала. У меня здесь 360 грамм. 300 грамм мяса у меня было, 60 грамм лука и немного свежей зелени. Я перекрутила два раза. Теперь отправляю сюда отварной булгур 200 грамм. Либо, как я уже говорила, пропаренный рис, либо гречку, либо пшено. Кто что любит. Так, теперь фарш слегка солим и добавляем приправы. Мята 1 треть чайной ложки. Чабрец 1 треть чайной ложки. Ну, травы, естественно, добавляем по своему вкусу. Кто что любит. Так, укропчик, я думаю, все любят. И чёрный молотый перец тоже 1 треть. И сюда же отправляем 1 яйцо. Прошло 5 минут. Крышку открыла. Добавляю сюда помидоры с перцем с болгарским. Перемешиваю и пассирую ещё минут 5. Всё перемешали. Продолжаем пассеровать. Так, а теперь фарш нужно тщательно перемешать. Вымешиваем в однородную массу, в клейкую. Для этого нужно фарш, чтобы он был плотный, более тщательно вымешивать. Теперь берём фарш понемногу в руку, уплотняем его, для того, чтобы не было трещин, чтобы он был однородный. И делим на фрикадельки, размер которой вам нравится. Лук с помидорами спассеровался где-то минут 5-7. Теперь добавляем сюда воды до такого состояния, чтобы он был как бы суп, но не очень жидкий. Значит, я добавила полтора литра воды. И доводим до кипения. Пока суп закипает, формуем фрикадельки. Значит, берём влажными руками, смоченными в воде, и вот так вот делаем кругленькие шарики. Ну вот, фрикадельки у нас уже все готовы. Ждут своего часа. Суп кипит. Отправляем туда наш фрикадельки. Красота! Сразу же аккуратно перемешиваем. И когда закипит окончательно, убираем пену. Так, всё у нас закипело. Вот они, фрикадельки какие хорошие, плотненькие. Супчик такой густоватый, вкусный. Всё, теперь будем варить 20 минут. Прошло 20 минут. Добавляем в суп чайную ложку укропа, пол чайной ложки чёрного молотого перца. Можно добавить по вкусу, кому нравится, хмели-сунели, лавровый лист и чеснок на тёртой на тёрке. Солим по вкусу. Всё, даём хорошенько закипеть. Выключаем. Накрываем крышкой и настаиваем минут 7. Прошло 7 минут. Суп настоялся. Будем подавать. Всё готово. Суп готов. Вот так он выглядит. Прекрасно. Очень аппетитно. Очень вкусно. Несмотря на то, что там особо ничего нету, кроме лука. Но получается очень вкусно. Понравится всей семье. Вот. Сверху можно посыпать свежей зеленью, можно подавать со сметаной. Значит, калорийность этого супа на 100 грамм получилось 45 калорий. Мы едим, как всегда, в нашей порционной чашке объёмом 250 миллилитров. В неё уместилось 300 грамм супа. То есть, это 135 калорий. Очень низкокалорийный. Очень получилось отлично. Можно с удовольствием есть, наслаждаться и худеть. Если понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи. Отличного настроения. И до встречи в следующем видео.